Привет! С вами Людмила Семененко и я продолжаю свое реалити, худею после 50 до своего идеального веса. В этом реалити я движусь с отметки 62 килограмма до 57, до веса моего идеального комфорта. Ну, если мечтать, то ни в чем себе не отказывать, правда? Сегодня у меня вес 59 300, я вернулась к минимуму, который был у меня 9 дней назад. То есть, все продолжается потихонечку, помаленечку, как и должно быть при фактическом отсутствии лишнего веса. Просто эстетически и чисто физически мне больше нравится быть легкой и звонкой. Я подростком никогда не была худенькой, поэтому, ну, хотя бы в таком возрасте можно вернуться к этой мечте, которая у меня осуществлялась дважды в 17 лет и где-то в 35-40. Сейчас снова захотелось предельной легкости для меня. Так вот, немножко я отвлеклась, про что я сегодня хочу поговорить. Вот вчера я вам в посте, в телеграмме, в рассылке озвучила свою идеально простую, опять-таки идеально в своей простоте формулу стройности пожизненной. Ешь, когда голоден, не ешь, когда не голоден. Когда мы следуем этому принципу и имеем в виду только физический голод, никакой другой, все у нас с весом в порядке. Лишнему весу просто взяться неоткуда. Потому что у подавляющего большинства людей голод – это лучший инструмент поддержания стабильного веса. То есть именно того веса, который у вас сейчас есть. И именно вот эта вот формула помогает ответить на вопрос, который вчера в телеграмм задала мне Оксана. А как же быть, если желудок ваш растянут? Пока вы его наполните до ощущения сытости, уже много лишнего съедите. Суть вот в чем. Чтобы начать худеть с вашего нынешнего веса и постепенно снижать его к весу вашей мечты, вам не нужно сразу переходить на маленькие микроскопические порции. Ну, на микроскопические вообще никогда не нужно. А вообще на маленькие порции вам переходить не нужно. Вам достаточно снижать порции относительно вашего привычного размера. То есть, если вы привыкли, что ваш обед, ужин и завтрак там 450 калорий, допустим, на первых порах вполне будет нормально, если это будет 400 калорий. Ну, в среднем опять-таки. Я еще раз повторяю, что считать не нужно, считать не обязательно. Достаточно визуально 2-3 ложки не доложить под ваша привычная порция. Положите себе на 2-3 ложки меньше, чем обычно. Привыкните к этому размеру, потом двигайтесь дальше. Ориентироваться на чувство голода тоже вполне реально, потому что чувство голода помогает вам поддерживать ваш нынешний вес. И чтобы не переесть достаточно, доесть до того, как ваш голод уйдет. То есть, ваш желудок будет наполнен, но не переполнен, каким бы он растянутым ни был, ваша задача не растягивать его дальше на первом этапе. Привыкните к такой порции, чуть-чуть меньше, да? И вы увидите, что уже через 2-3 недели, может быть, даже раньше, может, даже с первого дня лишний вес начнет уходить, даже несмотря на то, что ваша порция остается довольно-таки приличной. Дальше снижаете еще на 2-3 ложки, да? Может быть, даже на 1 ложку будет достаточно. Пробуйте, смотрите, насколько ваше чувство голода позволяет это уменьшить. Причем, есть вариант, когда можно и не уменьшать размер порции и начинать худеть. Про него я вам напомню в сегодняшнем вечернем посте. Если вы еще не подписаны на мой Телеграм или не получаете письма в рассылке, сделайте это сейчас, подпишитесь. Будем оставаться на связи и идти к своему весу мечты с любой отметки, на какой вы сейчас находитесь. Ну, важная ремарка, конечно, когда есть серьезные метаболические нарушения и лишний вес там где-то 30-40 килограммов больше, здесь без помощи врача очень сложно, без помощи врача, без помощи психолога, поэтому имейте в виду. Но если у вас 20-30 лишних килограммов, которые собрались постепенно, от них вы вполне, скорее всего, сможете избавиться самостоятельно, используя боеподсказки в том числе. Продолжаем движение к нашим стройным целям. И все у нас получится. До завтра. Продолжаем.